Добрый день, друзья! Меня зовут Марина Дудник, я из Израиля, по образованию журналист, но в сферу здоровья я ушла, потому что эта сфера мне не только интересна, она мне близка. На данный момент я действующий массажист, имею свое маленькое дело, и так как я сказала, что сфера мне близка, по причине такой, что я мама двух детей, и я озабочена здоровьем своих детей, в особенности причина в том, что у моего ребенка аутизм, это такое заболевание сложное, и, наверное, мамы, которые имеют таких детей, они понимают, что это очень непростой труд. И когда у тебя нет с ребенком элементарной какой-то связи, ты хочешь что-то спросить, поговорить, но стена между вами очень большая стена, ты хочешь с ним просто обняться, ты хочешь что-то ему рассказать, ему уже 9 лет, он взрослый ребенок, с которым можно общаться, но он не играет в футбол, ему интересен мир предметов, но не людей. И даже то, что ты его родила, и ты самый близкий родной человек, он тебя воспринимает как мебель, и ты не знаешь, что у него внутри, потому что он даже не показывает этих чувств. И, конечно, я хотела ему помочь, я постоянно искала, и, несмотря на то, что я такой, знаете, вот человек оптимист, я по жизни ищу, мне очень интересны всякие там разработки, я все читаю. Вот, например, я выкопала то, что аутизм – это тяжелые металлы в организме, значит, нужно найти способ, как вывести эти тяжелые металлы из организма. Вот, и я, конечно, искала очень много, и спасибо большое тому, что я нашла, сейчас я об этом скажу позже, какие у нас результаты по воде, абсолютная энергия и вода жизни, результаты есть. Вот, но я скажу также, что была проблема еще и со мной связана, была проблема то, что я, как бы, несмотря на свой оптимизм, все равно ты волей-невольно, ты ходишь, ты думаешь об этом, ты переживаешь, ты как бы хороходишься, ты делаешь вид, что у тебя все хорошо, и даже ты внутренне вроде чувствуешь, что у тебя все хорошо. Но на самом деле есть заболевание, которое в тебе прогрессирует, так как нервная система, она как воздушный шарик, она немножко сдувается потихонечку. И в какой-то момент я проснулась, и я не смогла встать с кровати. Когда я встала с кровати, у меня подкашивались ноги, я не могла открыть бутылку, и это продолжалось в течение полугода. Так я пришла к тому, что у меня фибромиалгия, болезнь психосоматическая, очень сложная, очень нудная. Она нудная, потому что нету лечения на нее. Долго искала всякие лекарства, всякие там возможные биологические активные добавки, но на это нет ответа. К сожалению, в Израиле даже не диагностируется это заболевание, оно не считается заболеванием. В интернете вычитала, что нужно пить антидепрессанты. Я к ним очень сильно, так скажем, отношусь осторожно, так как антидепрессанты бывают разные. И как бы я искала тоже. Ну и это как бы вторая у нас проблема была. Была, видите, хорошо. Ну и третья проблема у нас так получилось, что мы в другой стране, мы вынуждены работать больше, чем, наверное, мы могли работать там, в Украине, откуда я приехала. Особенно много работает наш папа, мой муж, то есть он очень много трудится, спасибо ему огромное. Он работает на огромном бетонном заводе, простым рабочим, и это сложно. На самом деле сложно эмоционально, так как другой язык, люди другие. И плюс работа очень тяжелая. Здесь рабочий день начинается в 5 утра, и для этого нужно встать в 4. Так как ребенок сложный, ребенок сложный, жена, возможно, сложная, то он у нас ложится то в 12 ночи, то в поле 12, но это как бы поздно. Человек спит по 5 часов, это очень мало, 4-5 часов. Еще и с прерываниями, потому что все может случиться. Конечно, я обратила внимание, у него нет фибромиологии, никаких заболеваний, слава Богу, но человек теряет энергию. То есть за 4 года он потерял настолько много энергии, что когда он приходит с работы, он просто ничего не хочет, он просто хочет спать. И отсутствие энергии, когда мужчина глава семьи, он должен везти семью на экскурсии туда-сюда. Мы чего-то от него все хотим, понимаете, все чего-то хотят. У меня есть еще маленькая дочка, которая его ждет, хочет с ним пойти погулять, мой сын хочет с ним погулять. Мой муж приходит и просто ложится спать. И я чего-чего-то все время от него хочу, естественно. Но ему ничего не хочется, кроме спать. И даже в выходные он готов проспать и даже нас не видеть. И его можно понять. Я искала, я очень много времени искала. И вот в нашу квартиру, в наш дом, скажем так, пришла вот эта водичка. Спасибо большое, Бронни. Спасибо огромное людям, которые посодействовали тем, что эта вода у меня есть. Я благодарна очень сильно, потому что у нас есть результаты. Ну, начну я, наверное, с последнего. Своему мужу я воду начала подливать, скажем так, ему не сказав ничего. Он немного скептик, он не верит таким вещам. И это хорошо, потому что, знаете, великое стило самовнушения, когда ты понимаешь, что эта таблетка поможет, плацебо, мы знаем, что поможет. И мы начинаем пить, и оно действительно помогает. Это работает. Вот. И я решила сделать такой некий эксперимент. Я сказала, пожалуйста, пей воду, нужно пить воду. Но не сказала, что вода особенная. На тот момент я дала ему, ну, то есть на литр воды я сделала каплю и дала просто ему попробовать. Потом сделала немножко больше дозу и делала эксперименты над мужем. Ну, конечно, это как бы плохо, да, делать эксперименты над мужем. Но эти эксперименты, они для здоровья его, поэтому я считаю, что они очень хорошо на него повлияли. Когда он пришел домой, он мне сказал сразу, вот буквально через три дня, я как-то забыла, я капаю и сама думаю, ну, сейчас что-то начнется. И вот он приходит и говорит, что ты мне подмешала воду. У тебя есть какие-то там свои, я вечно чем-то занимаюсь, там, то что-то проращиваю, что-то где-то я там йогурты делаю. Он говорит, что ты, говорит, добавила воду в этот раз. Я говорю, мне, говорю, вот вы рекомендовали вот такую воду. И я говорю, давай посмотрим видео. Мы посмотрели видео просто, знаете, зашли с огорода. Мы посмотрели про Инюшина, про его институт. Посмотри, это государственный институт. Это, говорю, не просто какая-то конторка, которая неизвестно где находится, какой-то заводик, который там что-то изготавливает. Это вот, это в Казахстане есть институт исследовательский, все государственное, все разрешено. Давай, говорю, посмотрим, что он еще разработал. Вот мы зашли с огородов, и он сказал, ты знаешь, вода работает. Вот, я говорю, я еще хочу, чтобы ты обратил внимание на нашего сына. Что произошло с нашим Сашей? Значит, Саша, по Саше больше всего результатов. Я в себя в последнюю очередь. Значит, по Саше у нас больше всего результатов. Значит, Саша начал говорить. То есть, что еще может быть лучше? Если раньше он приходил и говорил, например, он хочет шоколад, да, он может показать вот так пальцем. Либо сказать шоколад. Ну, он говорит немножко на иврите, поэтому как говорит? Вот так вот, одно слово. Шоколад. И пальцем показать. Но это уже было когда-то нашей победой. Это было когда-то нашей победой год назад. То в этот раз, когда он пришел, он хочет сказать какую-то фразу. Я чувствую, что он что-то хочет мне сказать. Я говорю, ты что-то хочешь мне сказать? А он говорит, да. Я говорю, что? Что ты хочешь мне сказать? И я вижу в его глазах какое-то, знаете, желание мне что-то высказать. Я говорю, ну, давайте я помогу. Скажи, я хочу шоколад. Давай ты будешь так говорить. И он моментально повторил эту фразу. Конечно, очень сложно слушать сейчас людям, которых нет детей, которые 8 лет не умеют разговаривать. Это такой один случай на миллион. Ну, а уже сейчас, к сожалению, статистика другая. Но не в этом дело. Но когда мама не слышит голоса своего ребенка, и в этот момент ребенок приходит и говорит не просто слово. Он говорит целую фразу. И он говорит уже, мама, дай мне, пожалуйста, шоколад. И для меня вот эта фраза, она, ну, я не знаю, она стоит просто миллиарды. Миллиард, понимаете? Ты слышишь голос своего ребенка, а у него он такой хороший оказывается, понимаете? У него такой нежный, нежный голосочек детский. И ты за 8 лет его не слышал, и вот ребенок начинает тебе говорить фразы. Мама, дай, пожалуйста. Мама, я начала учить его маленьким фразам, таким как, скажи, Саша, что сегодня был хороший день, наступила ночь, нужно ложиться спать. И он запоминает, я чувствую, что он запоминает. Это, что касается, говорение. То есть мы начали разговаривать, и это результат. И это как раз начало, результат, сейчас скажу, как мы начали принимать. То есть я начала давать ему воду натощак. Значит, 500 миллилитров он у меня где-то выпивает в день. Я думаю, я ему даю, во-первых, утром натощак стакан воды с уже заправленным нашей водичкой. То есть у меня 2 капли на литр. Вот. И еще утром, что я делаю ему, возможно, это много, я не знаю. Но у нас это помогает. Я иногда ему капаю вот этой нашей водички, энергия, абсолютная энергия, под язычок. То есть вот, когда я капаю под язычок, и мы растираем ладошки этой водичкой, и делаем, мы хлопаем. И я его таким образом отпускаю в школу, и я знаю, что мой ребенок защищен. Я чувствую, что вот это наша доза. Кстати, все индивидуально. Не делайте так, как я, потому что все намного, очень индивидуально. Мы начинали с капли, сейчас мы уже трем ладошки. Сейчас мы уже капаем на темечко, мы уже делаем какие-то манипуляции другие, но это все индивидуально. На данный момент у нас есть шикарный результат. Еще результат по Саше, то, что он не умел держать ручку. Он держал ручку вот так, ну, ручку, которой писать, рисовать. И я понимала, что он ничего нарисовать не может. Мне так жалко его было. Моя маленькая сидит, рисует, а он смотрит, а рисовать он не умеет. У него ручечки такие слабенькие, вот. И вот я показываю свой шедевральный рисунок. Не судите строго, но тем не менее. Ребенок за неделю начал рисовать. Вот за последнюю неделю. Принимаем мы воду два месяца. Вот. И тоже брызгаем на ладошки два месяца. Вот. Посмотрите, какой у нас результат. Мы вот нарисовали вот такой мир человечков. Вот. И что самое интересное, у каждого человечка есть свое имя. Он их все назвал. То есть, когда он мне вчера принес эту бумажку и начал называть каждого по имени, ну, что сказать. Ну, я отправила все, всем это рисунок. Сказал, Саша начал рисовать. Саша начал говорить. Я считаю, что очень хороший результат. И я сейчас вот говорю, у меня реально мурашки по коже. Вот. И слезы на глазах, на лицо. Поэтому, ну, это результат. Это действительно результат. И мы будем пить дальше. И мой муж сказал, что эту воду, что бы ни случилось, мы должны заказывать постоянно. Потому что это вода, которая должна быть в нашем доме. Вот. Ну, и вкратце о себе. Я встаю уже бодро. Бодро. То есть, вот как бы от моих там каких-то уныний осталось мало следа. Вот. Что у меня появилось на второй день? Я понимаю, это результат очень быстрый. И это, может кто-то скажет, это самовнушение. Но я настроилась на результат через три недели. Но на следующий день, когда я начала пить воду, я, во-первых, я очень много спала. Я почти неделю просто, я не могла оторваться от подушки. Я выспалась. И, ну, на второй день уже, когда я шла по улице, я начала замечать те деревья, которые я раньше не замечала. Те дома, которые я раньше не замечала. Я начала мужа спрашивать, смотри, какой новый дом. Он говорит, он тут всегда был. Я начала чувствовать какие-то приливы какого-то хорошего настроения. Вот, знаете, вот идешь, и так тебя ух. Вот. И вот как-то опять ух. И вот эти вот приливы, они были все продолжительные и продолжительные. То есть, если сначала это было просто секундно, потом это было по минуте. И вот я шла, и я понимала, что я в какой-то состоянии благости. Я вот всем говорила, я не знаю, что от этой воды, но я иду, и я смотрю на мир какими-то другими глазами. Ощущение такое, что тебе одели большие очки. И вот такой страх, что в тебе их больше не забирали. Потому что состояние очень неприятное, благостное, спокойное, ощущение какой-то мира, радости. И оно присутствует, понимаете, по сей день. Я иногда встаю, иногда мне бывает немного плохо. Вот, ну, еще просто заболевание было очень сложным. Я было такое, что я не вставала по суткам. Но иногда я, бывает, встаю, чувствую какую-то слабость, какую-то в суставах, в мышцах. Я беру, выпиваю пару стаканов нашей воды сразу, натощак. И я моментально, вот буквально через 5-10 минут, я уже чувствую себя очень хорошо. Это факт. Поэтому на данном этапе мы пьем эту воду. Мы уже пришли до 5 капель на 2 литра. Нам эта доза подходит всем. Мы чувствуем себя несонливыми, мы чувствуем себя очень хорошо. Мы в приподнем там настроении. Да, я про мужа сказала. Все вроде бы, да. То есть он почувствовал тоже на себе. Вот он приходит с работы. Он, вот, не сказала, да, точно. Мой муж приходит с работы очень веселый. Говорит, что очень много энергии у него появилось. Что он приходит домой и помогает мне очень по дому. То есть он говорит, давай, что-то там повешу белье, там, что нужно сделать. Гуляет с детьми. И, то есть, я чувствую, что действительно, ну, многое, многое изменилось в его настроении. Он совершенно по-другому смотрит. То есть у нас результаты у всех. И если мой муж сказал, мы будем брать эту воду, значит, результат есть однозначный. Тем более человек не знал про эту воду. Вот, поэтому будем принимать дальше. Будем рассказывать другим. Возможно, мои истории кому-то будут близки и кому-то помогут. Но, знаете, если вам будет интересно, я буду выкладывать дальше, потому что это только начало пути. Два месяца – это ничего. И уже такие результаты. Вот, как говорится, нет незначимых результатов. Все очень значимо. Ну, поэтому, наверное, компания так и называется. То есть, спасибо за внимание. И я надеюсь, что мы еще встретимся. Я расскажу вам новые результаты. Буду вас приятно удивлять и радовать своими результатами. Надеюсь, что у вас все будет тоже хорошо. И я желаю всем от всего сердца здоровья, счастья вам, вашим детям, вашим близким. До свидания. До свидания.